Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем перевод связанного текста. Я взяла ещё один кусочек из статьи сайта BBC. Это уже, если я не ошибаюсь, четвёртая часть. Ссылка на все предыдущие в описании видео. Ссылка на источник также в описании видео. Ссылка на скриншоты также в описании видео. Итак, какие страны пострадают больше других? Здесь у нас заглавие. А в заглавиях можно экономить место, можно жертвовать словами, выражениями и всё такое. Итак, первое, что приходит в голову. Самое очевидное, самое, что ни на есть простое. What countries? И далее пострадают. Обращаем внимание, что у нас будущее время. В английском будущее время – это всегда такая штука специфическая, скажем так. И здесь всё зависит от того, насколько реальным я это будущее вижу. Но в свете всего того, что происходит, будущее более чем реально. Поэтому здесь можно использовать приём с модальным глаголом и инфинитивом. И я поставлю здесь are и далее to suffer. То есть они по-любому, как говорится, пострадают. А далее поставим слово most. Вот таким вот образом. Most – это вот это больше других. А are to suffer – это пострадают. Если я скажу это вот так, здесь будет понятно, что я очень-очень уверена в этом. Это такая уверенность, что просто дальше некуда. Но что если я не хочу демонстрировать такую уверенность? Как можно ещё? Можно what поставить и можно ещё which поставить. Это больше которые страны. Ну, как бы можно, если хочется. Это, я считаю, не самый лучший вариант. Но, в принципе, может быть. Значит, which countries. И дальше всё просто. Будущее время мы ставим. И далее suffer. И далее, если я хочу больше других, вот дословно. Ну, ради бога. Можно, конечно. More than others. И наш заголовок становится огромным. Он на две строчки будет. Ну, как бы можно, это не есть плохо. Но, как по мне, это плохо. Слишком много лишних слов. Что если я не хочу слово suffer? Ну, тогда можно было бы сказать what countries. И, конечно же, употребить нами всеми любимое. Are going. Вот так в заголовке точно нигде не будет. И далее to be. Здесь ещё и пассивная конструкция появится. Affected. И далее я поставлю всё-таки most. Вот таким вот образом. То есть, как бы будут задеты больше других. Ну, исходя из того, опять же, что это заголовок, мне больше всего нравится вот этот вариант. Он просто короче, понятнее. И он более такой, ну, что ни на есть, в лоб. И, в принципе, заголовок должен быть броским. Он должен быть ярким. И поэтому, как по мне, самый броский – это первый вариант. Едем дальше. Особенно тяжело придётся развивающимся странам в засушливых регионах. На Ближнем Востоке и в Северной Африке. И вот здесь самое главное – не купиться на уловку и не начать переводиться особенно тяжело. Наши подлежащие вот. Развивающиеся страны. Это будет developing countries. Как-то так. Далее. Эти развивающиеся страны намертво завязаны на вот это, в засушливых регионах. То есть, developing countries in arid regions. Или in arid places. Ну, regions лучше. Теперь далее. Найдём действие. Где оно? Значит, ну, кандидат на действие у нас, по большому счёту, вот это дело всё. Особенно тяжело придётся. Ну, допустим, особенно паразитирует на слове тяжело. Тяжело – это явно на речи. Там будет difficult, hard, что-нибудь такое. Значит, остаётся нам придётся. Вот это наше действие. Есть очень хорошее выражение have hard time. Иметь тяжёлое время, если дословно, или иметь тяжёлые времена. Вот это вот тяжело приходиться. Здесь просто нужно знать, не более того. Здесь никак логикой не получится выехать. Теперь ещё одна наша проблема. Что делать? У нас здесь тире стоит. А тире – это всегда намёк на то, что дальше будет какая-то вводная структура. И так здесь и есть. У нас здесь что-то объясняющее на Ближнем Востоке или в Северной Африке. О ком это? О чём это? Это о засушливых регионах. А засушливые регионы, мы помним, что прицепились к нашему подлежащему. И это их неотъемлемая часть. Следовательно, Ближний Восток и Северную Африку мы тоже должны прицепить сразу к подлежащему. Иначе мы не будем знать, куда его поставить. Поскольку изначально стоит тире, мы поставим запятую. И далее засушливые регионы. Здесь будет разумно сказать такие как Северная Африка и Ближний Восток. Поэтому мы поставим Like, North Africa and Middle East. Нужно помнить, что Ближний Восток по-английски это Middle East, Средний Восток. Дальше, вторая запятая, поскольку это объясняющая структура. И вот теперь, наконец-то, мы доходим до действия. И нам надо будет сказать вот это Have Hard Time и еще как-то особенно туда прицепить. Значит, я, наверное, здесь поставлю Будущее Время. Мы предсказываем будущее. Да, у нас есть для этого основания какие-то. Но, тем не менее, это все-таки наше личное мнение. Здесь можно спорить с этим, но я пока поставлю Will просто потому, что это проще. Will have будут иметь. Далее, особенно ставим слово particularly. А далее hard time. И вот мы получаем наше предложение. То есть, все на выворот. То есть, здесь мы по большому счету переводим сначала развивающиеся страны в засушливых регионах. Потом цепляем на эти засушливые регионы Ближний Восток, Северную Африку. Потом возвращаемся и переводим тяжело. Потом вставляем особенно, а потом придется. Можно ли было здесь как-то иначе сделать? Как-то попроще, что ли, или что? Ну, честно говоря, я не знаю, что здесь можно упростить или что. Ну, здесь можно поиграться с вот этим Will. Здесь можно, конечно, поставить Are, to, have, или are, going, to, have, или are, about, если мы хотим показать, что в ближайшем будущем у них уже будут проблемы. Тогда to, have, и т.д., и т.д. Ну, то есть, это фактически вариации на тему are, to. Если все-таки я, допустим, не знаю вот этого выражения have hard time, что делать? Ну, можно сказать вот так. Значит, начало у нас все то же самое. Middle East там, траляля, запятая. А дальше мы говорим так. Are, to, face, столкнуться с тяжелой ситуацией. Especially, и далее, difficult, situation. Ну, и, в принципе, здесь больше ничего нет. Вот particularly на especially можно заменять. Можно very, в принципе, поставить, если я не знаю ни того, ни другого, ни especially, ни particularly. Можно с будущим временем варьировать. Тут я автор, я это так вижу, скажем так. Ну, а начало, подлежащее с поясняющим предложением, здесь вряд ли чего-нибудь можно изменить. Ну, можно теоретически, можно, допустим, developing countries situated, размещенные, или находящиеся. Это абсолютно такое ненужное, я считаю, слово, но если очень сильно хочется, можно его сюда впихнуть. Но я бы никогда в жизни бы его туда не поставила. Далее. Они импортируют более 90% всего продовольствия, а ближайшие поставщики для них Россия и Украина. Они импортируют. Здесь всё дословно. Далее у нас, по-моему, было более 90, да. More than. Вот это более чем. Далее. Ninety percent. Percent не обязательно писать именно вот этим загогулиной этой. Можно написать вот так. Это ничего нам не меняет. А далее всего продовольствия. Здесь лучше всего поставить слово еда. Of all foods. Ведь мы же о еде говорим. Что такое продовольствие? Это что-то съедобное. Можно, как вариант, поставить foods. То есть разновидности продуктов питания. Как бы так вот. Это кому чего больше нравится. И далее. Что там было далее? И ближайшие поставщики – это Россия и Украина. И, наверное, я не буду морочить здесь вон его. Я поставлю and. Здесь можно запятую поставить даже. And. They're. Их. Ближайшие. Nearest. Можно nearest и можно closest поставить. Это тоже, в принципе, без разницы. И далее слово suppliers. Оно у нас уже в этом переводе было. Не в этой части. Но, тем не менее, в этой статье это популярное слово. Здесь, наверное, даже без вариантов. Suppliers. Можно ли providers поставить? Нет. Providers я бы не ставила. И сейчас даже не могу объяснить, почему. Но точно нет. И далее. Are Russia and Ukraine. И дело сделано. Здесь достаточно всё примитивно, поэтому не стоит обращать внимание на вот это тире. Это тире только в русском предложении. В английском предложении здесь не будет никаких тире. Здесь у нас стоит are. И вот это, собственно, и есть тире. Как можно было бы здесь иначе? Ну, здесь можно иначе, но предложение усложнится сразу. Значит, после and. Дальше мы ставим for them для них. Наверное, нет, не так. For them я не буду здесь ставить. Я поставлю сначала the closest suppliers. Далее я поставлю for them. То есть для них. А далее are. И всё остальное, как и было. Ну, тут такое. Тут натянуть всего на глобус. Ну, в принципе, можно, конечно, если хочется. Но зачем? Едем дальше. С ростом цен на базовые продукты питания, гуманитарный кризис и политические риски будут возрастать. Итак, так, здесь какая-то цитата. Последний раз. Ага, это предупреждают исследователи Bruegel. Bruegel – это научно-исследовательский институт. По-моему, то ли в Голландии, то ли в Бельгии. Ну, что-то такое. Короче говоря, с ростом цен на базовые продукты. Здесь тоже можно особо не извращаться и перевести всё дословно. У нас здесь один блок. Это можно считать обстоятельством. Это адвербил какого-то рода. Далее, гуманитарный кризис – это у нас подлежащие. И политические риски – это тоже подлежащие. Здесь два однородных сабжекта. Ну и что? Далее будут возрастать. Вот тут уже точно will можно ставить, потому что там какие-то исследователи из Bruegel. В общем, такое дело. Мало ли, кто чего предполагает и кто чего предсказывает. Поэтому здесь точно будет will. И далее, скорее всего, будет или grow, или increase. Как-то так. Итак, что делать с вот этим вот первым куском? Здесь можно пойти двумя путями. Можно перевести дословно, поставить with. И дальше the growth of prizes on staple foods. Что-нибудь в этом духе. Можно так. А можно сделать оборот. И сказать with prizes on staple foods growing. Здесь можно поставить growth. Можно поставить increase. Это кому что больше нравится уже. Далее в любом случае нужно off, prizes, on. Sorry, здесь не on. Здесь будет for. Окей. Кто лучше знает, можете написать в комментариях. Но мне кажется, что for должно быть. И далее у нас может быть два варианта. У нас может быть basic. Это правильное слово. А может быть staple. И то, и другое употребляется по отношению к базовым таким продуктам питания. Ну, первой необходимости, если угодно. И далее мы обязательно ставим foods во множественном числе. Если в предыдущем предложении у нас была опция, мы могли ставить в единственное. Это множественное. Вот не суть важно было. Здесь обязательно множественное. Потому что у нас, ну, разновидности имеются в виду продуктов питания. Значит, waste grows. И дальше... Так, я уже забыла, что там дальше. А что дальше? Гуманитарный кризис и политические риски. Ну, здесь хоть и страшно выглядит, но тем не менее просто всё. Humanitarian crisis and political risks. Кто бы мог подумать, здесь всё дословно. И далее will. И в зависимости от того, какое слово мы поставили спереди, здесь ставим какое-то другое. Ну, допустим, пусть будет increase. Или grow. Здесь уже не суть важна. Теперь далее. В принципе, предложение правильное и более-менее удачное. Но что, если я хочу как-то по-другому? Вообще говоря, такие вот предложения – это очень питательная среда для оборота. И если мы скажем такое... With prices, чтобы избавиться от лишних предлогов. Далее. For staple foods. И прибавим немножко здесь трагичности и напишем не increase и grow. Хотя, в принципе, можно. Growing. Здесь надо инговую форму поставить. Но есть ещё великолепное слово, которое очень часто относят к ценам. Это skyrocketing. Далее обязательно запятая. А далее все эти гуманитарные кризисы. И я не буду ставить and. Я поставлю здесь together. Ну, потому что одно ходит под руку с другим, как правило. Но единственное моё together... Я вот сейчас думаю, что мне придётся ещё одно with поставить. Это обязательно. Ну, такое себе. Хотелось как лучше, но получилось неудачно. Потому что у меня одно with уже есть в предложении. Но, с другой стороны, я могла бы вот этого with вначале не ставить. Я могла бы спокойно говорить prices for staple foods growing или skyrocketing. Это же оборот. И он может стоять с предлогом, он может стоять без предлога. И далее political risks. И далее will. Опять increase. Кстати, есть ещё одно слово, которое можно поставить вместо growing и skyrocketing. Можно же ещё rising. Цены могут просто подниматься. Теперь далее. Я хочу как-то по-другому с этим political risks. Ну, вот как иначе. Здесь есть очень хорошее выражение. Political turbulence. Турбулентность. Ну, не совсем, конечно, то же самое. Но, в принципе, если сильно хотеть, можно его сюда впихнуть. Здесь оно выглядит вполне прилично. Вот такое вот предложение. Что у нас там дальше? Последний раз, когда цены были на текущих высотах, всё обернулось арабской весной. Предупреждают исследователи. Здесь всё просто. Здесь last time, по-видимому, будет. Запятая. Почему запятая? Потому что last time относится к целому предложению. Это sentence adverb в данном случае. Это не просто adverbal of time. Это adverbal of time, конечно, но это adverbal of time, который относится ко всему предложению сразу. Поэтому выделяем его запятой. И далее when. И далее prizes where были. И на том же, на текущем уровне. Здесь должно быть at. И дальше their current level. Кстати, можно было бы ещё height поставить. Далее запятая. И далее основная мысль. It all. Всё это. И далее вылилось в арабскую весну. Turned out. To be. И далее and. Нет, and здесь нельзя. Здесь у нас уникальное событие. The erup. В кавычках. Spring. Итак, меня напрягает current. Но если, допустим, я не хочу так, я могу сказать всё то же самое немножко по-другому. Значит, начало то же самое. Last time. Дальше. When prices were like this. И всё. Цены были такими же. И смысл сохранится. И предложение упростится. Можно поставить similar. Тоже вариант. У нас есть контекст, поэтому понятно, о чём идёт речь. Если бы не было контекста, тогда пришлось бы как-то хитрить, чтобы дать понять, о чём мы говорим. Но здесь тогда нам и height не надо, и level не надо ставить. Вот. И далее у нас запятая. И далее, наверное, мы скажем так. Всё закончилось. It all ended. Так, наверное, даже ended up можно поставить with Arab Spring. Ну, вот чё-то в этом духе. Или things ended up with Arab Spring. Или we ended up with Arab Spring. То есть здесь можно we, как безличное подлежащее. Далее можно things. И далее turned out там и всё прочее. И здесь я остановлюсь. Ссылка на скриншот будет в описании видео. Ссылка на все предыдущие ссылки, точнее, на все предыдущие части также в описании видео. И заходите на мой Patreon. Там тоже немало всего интересного. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал.